Как увеличить прибыль? Как подзаработать много денег? Как развить бизнес в стране? Всемирный банк считает, что для этого достаточно просто улучшить возможность подключения к электричеству. Изменение именно этого показателя, наше место в нем вдруг с 74-го стало 24-м, позволило Беларуси рвануть с 50-го на 37-е место в рейтинге «Доем бизнес» Всемирного банка. Но бог с ним, с электричеством. Поговорим о другом. В целом этот рейтинг призван отражать суть, насколько легко в той или иной стране вести бизнес. Меня, конечно, очень удивляет наличие одновременно таких показателей, как сложность налоговой системы и количество налогов, время, которое тратится на оплату их, кредитная, легкость получения кредитов, доступ к кредитным ресурсам и тут же рядом получение разрешения строительства. Мне кажется, что из ста предприятий, которые ведут бизнес в Республике Беларусь, с разрешением на строительство, с бумажкой такой, сталкивались может быть 5 или 7 предприятий. Для остальных этот вопрос не важен и никак не влияет на то, легко им бизнес вести или трудно им сегодня вести бизнес. В этом рейтинге есть позиции, крайне важные для бизнеса. Например, доступность кредитов. Если мы посмотрим на табличку, то окажется, что из 200 стран мы занимаем там 101 место. Раньше занимались 109, и это, конечно, тоже рывок на 8 позиций. Но давайте посмотрим на окружение. Там не окажется ни Польши, ни Литвы, ни Германии с Францией. Там окажутся такие малоразвитые с нашей точки зрения страны. В крайне важной позиции налогообложения мы рухнули с 95 на 99 место. Больше всего огорчает то, что это тот пункт, который не требует вообще никаких инвестиций. Тут не надо выделение денег на строительство новой Минск-арены, либо каких-то особенных усилий Министерства странных дел по продаже партии тракторов в Вьетнам. Решения по облегчению налогообложения, по меньшим затратам времени на взаимодействие с государством по уплате налогов лежат исключительно в области написания и согласования документов. Казалось бы, вот здесь-то мы почему на 99 месте? Интересный пункт разрешения проблем платежеспособности предприятий. В нем наши позиции улучшились с 95 до 69 места в мире. И действительно, как правильно говорят чиновники из Министерства экономики, это результат, отложенный результат принятия закона о банкротстве. То есть банкротиться нам стало действительно легче. Но это все подробности. Такие рябь на общей картинке. Удивительным образом этот рейтинг вообще никак не отражает падение платежеспособного спроса, падение объема государственных инвестиций. То есть все то, что привело к сегодняшнему кризису, вообще не имеет отношения к вот этому термометру и к его показаниям. Ну, действительно, кого волнует на самом деле, что у народа из 600 долларов осталось 350, и он перестал их тратить? У меня есть большое подозрение, что вот этот вот пункт, который я уже упоминал, доступность кредитных ресурсов, не отражает саму суть, не отражает ту ставку, по которой банк готов предоставлять эти деньги. Она сегодня у нас все еще спекулятивно высокая и, по сути, запретительная для ведения бизнеса. Точно так же падение цены на недвижимость, что приводит по определенной цепочке к снижению цены залогов и к требованию банков по массовому возврату кредитов, тоже никак не отражено в этом удивительном рейтинге. А сегодня это фактор, который влияет на деятельность предприятия самым прямым образом. Само по себе стремление правительства попасть в топ-30 – это замечательно. Ставить себе измеримые и достижимые цели – это основа введения любого бизнеса, любого управления. Более того, если мы посмотрим на вообще развитие мировой экономики, то кажется, что там 25 стран – это высокоразвитые страны, а остальные представляют собой средние и развивающиеся. И поэтому 30 – это уже почти 25. Но хотелось бы, чтобы стремление попасть на какую-то позицию не подменяло собой реальную работу. Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте про патологоанатома, который, изучив все показания трупа, написал в заключении. Человек перед смертью был здоров.